Надо дать присыпиться. Помоги ему присыпиться. Вот куда, вот. На меня глянь. Куда присыпляться? Не к ушам же. Так, подать. Батюшки нету, приходится без батюшки кое-что сказать. Вот сегодня было причастников. Для нашей общины это много. У нас есть правила. Устав. И в потеряющем прошел прошлое воскресенье. И они все засняли. На видео. А до этого было, зачем на аудио даже записать? А теперь на видео уже сам батюшка. Значит, работает, капля долбит, а наконец понимает, теперь весь мир смотрит, какой устав. И наш устав считает, когда женщины. И написано, мы плакали здесь в учреждении, узнав, что в России есть место, где есть такие правила, которые умудряются нарушать. Добавим еще к этому. Еще люди-то не знают, что даже на эти правила, считая, которые люди плачут, у нас пытаются еще посягать. Но это не удается пока. 21 год позади, и мы сохранили эти правила. Добавили чуть-чуть. То есть усилили то, что там написано было. Да, устав составлял я. Все данного пункта. Почему? Потому что поручено было Елене Барабаш. Все-таки завуч, школы. Она подержала день, пришла, и я ничего не могу написать. Батюшка сказал, что любые уставы Конституции составляют не народ. Бывают специально избранные люди. Вот как доллар. Все знают доллар. А рисунок-то составил один человек, не сто человек рисовали. И русский, и при том иммигрант. Но он знал всю структуру масонства. И показал пирамиду, что значит это окость. Так и Конституция, и в законодательстве у нас работают. Они собирают, какие предложения были, какие выгодно они их берут, невыгодно их выбрасывают. И над этим работает всего несколько человек. Одно правило по правиле такое. У нас написано, быть особенно осторожным с огнем. Я подчеркиваю, что меня упрекают в жесткости, а батюшку в мягкости. Посредине. Вот моя жесткость оказалась недостаточно жесткой. Там было так написано. Во избежание пожаров. В деревне ничего не сжигать. Без предупреждения всех в деревне. Когда будут выставлены люди во всех концах. С водой, с пожарным инструментом. И то только в бессветренную погоду. Утром или вечером. И осенью, или весной. Почему? Транспорта никакого не было. Вывозить некуда было. Обстановка изменилась. 21 год. Тогда мы думали, где купить телеги. Поехали. Купили несколько телег. Интересно, телега в телегу поставлена. Вот так вот везли их. Пустые телеги. Лошадка одна была. Мы не могли нарадоваться. Первое, что возили из леса. Корова. На корове. Засыпят веревкой. Бережек. Дальнежку вытаскивают. А теперь трактора стоят. Самосвалы, комбайны. И они внесли в правило. Никогда, ни под каким образом. Не разжигать огонь. Дальше добавляют некоторые средства. И во дворах не разжигать. Да, не разжигать. А за это время сколько было пожаров. Вот Саша Муха. Комары в комнате мешают. Даже не додумаешься, что сделать нужно. В ведро наложить горячих углей. И поставить. И по дну ничего не поставить. Но результат какой. Доска прогорела. Вот такая дыра. Ведро провалится. И скажи, ты не загорелась ведь? Комары-то улетели. Комар-то он умный. Он в отраве не будет сидеть. Ну а к вечеру Комар опять собрался. А жечь-то уже и нечего. Мураши ползут. У него же там было. Что нужно сделать? Откуда ползут определить? Ну а как ползут? Так теперь уничтожить надо. И как уничтожить? Огнем. А огонь по сухим листям до дому. И кто только там не жег. Начиная со старосты поджигатель. Не она там поджигала. Так там полыхала груза. Я уж про матушку не говорю. Главное поджигать. Но в конце-то концов. Результат Бог сохранил. И теперь уже делают вывод. Не разжигать. Правильно сделали они? Абсолютно правильно. Вывозить мусор в определенное место. Посмотрите в городе. Дышать нечим, когда что-то разжигают. Значит у них принят устав. Заново проголосовали. А приезжающие все расписываются. Согласен. Буду устав этот соблюдать. Так Оля, пересядь туда. Да выйти оттуда. Я тебя просил. Толкал туда. Я не мог ничего сделать. Ну это день после причастия. Послушайте меня. Самый плотно туда залез. У нас тоже есть уставы. И уставы наши хорошие. Они висят здесь на обозрении всем. Правило какое есть. Если в течение года человек не был на исповеди на причастие. Выходит соглашенными. Поднимите руку. Кто в течение года не исповедовался, не причащался ни разу. Открываться только не надо. Это наши правила. Они хорошие правила. Если человек не идет на исповедь, вы не думайте, что он просто батюшку не взлюбил. Это грех потопил его. Он на дне лежит. А если ты не хочешь исполнять главного спасения своей души, ты вообще кому нужен на земле? Сам определи. Не будете причащаться, написано, не будете иметь в себе жизни. А я согрешил. Но есть самоотлученный, заяви тогда батюшке. Батюшка даже не знает это. Ты должен сказать. Это духовный отец. Уведоми его. Скажи батюшка, я сознался, но даже если не отлучает, я сам себя отлучаю. Такое есть. Я буду стоять. Батюшка назначит срок. Самому не назначать. Но есть самоотлученный. Батюшки нету, а он уже согрешил. А батюшка через месяц вернется. Это возможно. Но а не год. В год не менее четырех раз причастие. У нас написано. Ну хорошее же правило-то. И не желающий этот пункт исполнять, сами себя проверьте. Ну не я же буду вас проверять. И начинать. А ты что, не согрешал? Согрешал. Поэтому я не могу дождаться, когда исповедь будет. Я чувствую, подо мной все горит, как я. И сектанты, что они там где-то мудрят все. И причина одна только. Они не исповедуются. Каждый варится в собственном соку. Люди придумали так. Один грех здесь скажу, пойду в монастырь другой, с крестным ходом скажу третьему. Грехи свои разносят. Это тоже запрещено. А у меня духовный отец такой-то. Но я его могу сменить. Не можешь. Правило. Собор запрещает. Без причины. Ты если... Ну, второй там, в двукратный собор, 15 правило. Батюшка-еретик. Но это должно быть определенно выше. Не ты сам. Я его называю еретиком и пошел. То бывает где-то, я болею, мне далеко ходить. Разве это причина? Отец таким рассказывает. У него были прихожанки, которые приезжали, долго жили. На севере сначала на собаках едут там сотни километров. Добираются как. И никогда не пропустят. Я свидетель. Вот у нас живет там потеряевка Володя, у себя, но другая. Его отец, Александр Иванович, герой веры. Живет в Искитиме. Богослужением на Сибирске. Тогда на Сибирске доехать надо. Слезьте. А там уже транспортом городским. 60 километров. 10 ребятишек. 10. Мы с одним запорхались, не знаете, что делать. 10 детей. А какое хозяйство? Работает на государственной работе. Лекарщик он там, фрезеровщик, токарь. Все абсолютно делает. И обязательно в субботу, воскресенье он будет туда в храме выедет. С ночевкой. Но если есть какие гости, все гостей еще призовут себе. У нас живые примеры. Я видел эти, я искал примеры, мне Бог показал. Я могу только мечтать. Не мечтать, не хорошее слово, а желать. Батюшка, пожалуйста. Дайте мне слово, пожалуйста. Значит, следующий исповедник, кто еще не исповедовался, будет, значит, в пятницу. Это будет 26 числа. Это в преддверии верного воскресения, хода Господня в Иерусалим. Значит, вечером в пятницу будет у нас вечерняя молитва, и после богослужения будет исповедь. В субботу утром будет литургия. В субботу вечером будет у нас уже праздничная служба. На вход Господню в Иерусалим освящение, вера бочек будет, и литургия будет также. В субботу вечером будет исповедь. Запомнили? Это будет 26, 27, 28. Значит, 26 в пятницу вечером у нас будет молитва в храме. Вот так вот. Запомните. Две исповеди, да? Да, две будет еще, две исповеди, два причастия. На этой неделе у нас в среду вечером во всех храмах православной церкви совершается полная, значит, канон считается, канона, значит, Андрея Критского. А в субботу называется суббота Акафиста. В субботу считается Акафист Божьей Матери. Значит, дома кто будет, обязательно помолитесь, прочитайте Акафист Божьей Матери. Ну вот, такие объявления. Что, ко мне какие вопросы есть? Никаких. Спасибо, Господи. Вот я благовестником жертвую вам на благовестие валюту. Что такое? Бак национальный украинский. Два гривна. Два гривна? О, начало положено. Два гривна. Два гривна. Это я уже лет пять у меня берегся. Ну, сколько в рублях? Это не два рубля, это будет, может быть, там, я не знаю, сколько рублей, может, тридцать. Вот так. Батюшка, вопрос есть. Молит, Господь. Прокомментируйте вот в Алтайской миссии то, что там... Что? Ну, вот, заметка Илариона, как бы, к вам. Вы читали? Ну, я читал, поэтому я и спрашиваю. Ну, я же прочитал. Какие комментарии? Комментариях нет никаких. У вас никаких, да? Никаких. Я жду должен. Ну, то есть, вам ничего нет? У меня, я ничего не получал. Вам мне позвонили в интернете, что-то, а я к интернету как-то неблагорасположен. Скажу так, что я с детства близоруки, меня даже обзывали слепошарой, что плохо видел. Глаза бы, я вот совсем не видел, был слепой. Два месяца где-то я вообще не видел. Поэтому я далеко не смотрю, я всегда близко смотрю. Я смотрю интернет. Недалеко, не во всем, не в мировом масштабе, а относительно наших общин. Что больше было от интернета? Пользы или вреда нам принесло? Я считаю, что вреда больше от интернета для наших общин. Я не говорю там, да, там сайтом уже где-то люди каются и что-то. Я беру в этом близкое, что смотрю, что вижу только близкое. То вижу, что от него вреда больше. Сколько душ наши потеряли? Так это, которые уже потерялись. А сколько сегодня? Мне это больше известно, чем кому-либо. Кто сколько через интернет получает яду, отравляется. Да, хорошее, хорошее ищут, но, как правило, обязательно куда-то там завернешься и прилип там, смотришь уже. Поэтому то, что было в интернете, я к этому отношусь так. Когда мне будет это, придет, оно должно быть прийти не через интернет, а. Меня звонят там благочинные местные с Романовым. Отец говорит, я говорю, я не знаю, как вы не знаете? А у нас напечатали в журнале Докфину. Журнал ваш вы печатаете, я не знаю, вы что там можете напечатать. Может, там обращение, говорю, папа есть ко мне римского. Ну, я не знаю. Ко мне не было. Не знаю, я говорю, я ничего не знаю. Я вот от тебя первый раз слышу. Вот и все. Но, возможно, что по стилю сложения, я только так, что по стилю сложения обращение похоже, что это мог написать митрополит. Но ни подписи, ничего нет. Даже он обычно ко мне присылает простое поздравление, простое. Обязательно внизу, так, крестик и роспись Илариона. А это нет, ничего нет. Ну, может быть, им так прислал, что без подписи или что там, не знаю. Так а что он написал-то? Обращение обращается ко мне, чтобы я, значит, с Максимом, с местным письмом... Постепал Макфор. Да. И чтобы подсоединили. Потому что это было принято где-то на архиерейском соборе, на соборе всезарубежном. Этот вопрос даже не поднимался, не было. Там шло только о каноническом общении с московской патриархией. А остальное уже все. Это было, как говорится, принято где-то там, архиерейские соборы, там или синоды как-то. Все остальное. Как с теми приходами, которые оказались в зарубежной церкви в России, что делать с ними? Значит, дали пять лет, чтобы за пять лет все приходы вошли в епархию, где есть. За эти епархии они должны были войти в приходы. Но скажу, что из всех приходов, которые были зарубежные, вошли, которые в московскую патриархию, ну, вот которых я знаю здесь близко, это один, два, три. Три прихода. Только. Всего. А остальные приходы, которые были, остальные все, говорится, рассеялись. Кто к митрополиту Агафангелу, вот сейчас он как первый иерарх считается зарубежной церкви. Кто к Тихону Омскому ушли. Вот так вот. А чтобы вошли в московскую патриархию, я говорю, это единицы только, которые вошли под это. Вот три-четыре прихода. Ну, так, чтобы не ошибся, может быть, и всех приходов, что были в России, не больше десяти, скажу так, не больше, и всех. Я как-то нашел фотографии, где мы в Бышиме, это лет десять назад, наверное, после патриархального собрания. Нас сидит там только здесь, который мы вот, начиная от Свердловска и до Новосибирска. Нас сидит где-то 15 священнослужителей было, 15 священников было на патриархальном собрании. Ну вот, ну и под конец осталось уже, вот в прошлом году мы были, мы только были уже трое. Те, которые первые входили, подали прощение, остались последние. Я был отец Михаил Курочкин, отец Николай Омский, Луки. Ну, Луки там ушел в московскую патриархию, отец Михаил тоже уже подал прощение, он там служит. Вот и все. Остались только мы одни. Я один, вернее, есть священнослужители, которые не вошли, я один остался. Ну и две общины, которые, значит, наши. Все. Это обращение, он обращается, просит, значит, чтобы мы проявили благоразумие и подали прошение к Максиму, чтобы Максим принял нас под свой аммофор. Вот и все. А остальные какие комментарии давали? Что будет? А что будет дальше? Дальше не знаем всего, что будет. Вот что? Да. Это он, получается, он от нас отказывается? Ну, это ты сказала, я не говорю о том. Почему это? Ну, раз он говорит, перейдите, он, значит, как-то... А, Иларион, да. Или Максим, ты имеешь в виду? Он принятый, который есть, если там где-то на Рейском соборе, или что к постановлению принятое, он обязан этому подчиняться. Ему было, принято, принято, все, а не подчиняться должен все. Отказывается, не отказывается, от нас он не отказывается. Он любит нас, знаю, и молится о нас. Это я в этом уверен и знаю. Он просто ничего не может сейчас сделать. У него нет на это власти. Даже чтобы оставить нас у себя, у него нет власти. Поэтому он находится в таком положении, в худшем даже, чем мы. Мы более свободны, чем он. Поэтому, как отказывается? Если отказывается, он бы так и сказал, все, вы теперь не мои, и все. Он этого не говорит. С Рождеством, приветствие с Рождеством, такое теплое, братское, скажем даже, такое приветствие рождественское с пожеланиями пришлал, получил я. И сейчас это обращение в такой форме, можете прочитать, если оно у кого-то, если отпечатали, то можно есть. Такое очень хорошее. Очень ласковое и так мирно просит нас, просит, чтобы мы проявили благоразумие. Вот и все. Еще что есть? Ничего себе. Снег тает. Снег. Снег тает помаленьку, сильно было наводнение пошло. Уже там чуть не затопило, там все деревни спасали. Люба, с поля сильно пошла вода. Тает как-то необычно, видите, так это, потом обратно, и вода скопилась, много воды, а потом внезапно она пошла. И целым, значит, морем там у Стиновых и Володя, а снегу еще много возле дома. Снегу везде у меня еще там под 2 метра, у Стиновых там, посмотрю, там прокопали, там выше роста человеческого еще снега возле дома. Поэтому снегу еще много. На полях снегу еще много. Я шел на лыжах, вышел ночью, потому что больше ни на чем нельзя. Где-то до половины поля, как железной дороги прямо напротив потеряется, я дошел на лыжах. Там потом снегу поменьше стало, я уже пешком так пошел, и до железной дороги, потом по железной дороге уже дошел, и пешком тогда-то пошел. Снегу много, воды много больше. Да прям по полю, ровное поле идет вода. Ровное поле, из поля вода, но она все равно, уклон какой-то есть, ровная, так как она ровная? Уклон есть все равно, какой-то уклон, много не надо, там 2 градуса уклон, и вода уже будет, вода найдет себе выход. Почему и написано всегда, говорит, не давай, говорит, жене власти, а воде выхода. Не давай воде выхода, а жене власти. Да, почему? Только чуть-чуть где-то норка, и она размывает, размывает, и все размоет, плотину размоет, и все, унесет, всю плотину размоет. Вот так вот. Так им немножко власти дашь, как она потихоньку, потихоньку, потом что? Будра жена, говорит, устроит свой дом, а неразумно своими руками разрушит все. Вот так. Дом устрояет жена. Как устроит, так и будет. И разрушить она может, и устроит. Слушаю вас. Мне еще так непонятно. А я за кого молиться, за какого епископа должна? За Максима? За всех. Молись за всех. А теперь Илларион наш. И за Ивтихия молись, и за Максима всегда молись. Я молюсь. Я всегда за каждой службе поминаю. И Патриарха, и Максима. За всех. А как? А кто наш, епископ? Наш, кто наш. Так, ты сегодня на службе-то была? Ты спала или все-таки немножко? Нет? Ну ты слышала, кого батюшка поминал? Иллариона. Ну вот и все. Пока так. Пока никаких указов не нет. Все, аминь. Пока поминаем. Пока он нам считается правящим. Пока нас никуда. Он нас еще пока не огнал. Только обращайся, чтобы мы... Все. А за Ивтихия нельзя уже молиться. А я молюсь. Ну это на церковной молитве. Ох, это ты согрешила, наверное, много. Да я не знаю. За Ивтихия, говорит, я молюсь, наверное, согрешила. Вот это да. Христа. Это кто тебя? Нет, я у вас спрашиваю. Я не понимаю. Люду задают вопрос. Ну а почему тебе за Него нельзя молиться? Мы мало от Него получили блага. Очень много. Очень много. Да Господь говорит, врагам и то проявляйте милость врагам. А ты к нашим благодетели, отец духовный был сколько лет, мы... И ты... А надо мне за Него молиться. Вот тебе здорово. Конечно. Еще спрашивают сестры, вот соборование будет или нет? Нет, не будет. Не будет. Не будет. В этом было уже не будет. Все вы ходите пока, ходите пока. Ладно. Доживете до следующего поста? Тогда мы соберемся. Я его приглашу, священник, чтобы не один был, а несколько тогда. Вы все уже соборовались. Не один раз даже вас соборовал с епископом. Вот. Не все соборовались. Да. Вы спросите, во многих храмах кто епископ, чтобы соборовал? Прихожан. Никто. Нет этого. Нет. Вас епископ несколько раз соборовал, вы еще храните ту благодать, которая на вас есть. Вот. Поэтому все здоровы. Смотрите, кто у нас? У нас больных-то и нет. Все здоровы. Все здоровы. Ну, все тогда, что, занимайтесь дальше. Я вам все объявил. Тогда мы... Я вам последних наших событий расскажу. А потом у нас приехал этот член нашей церкви, он, вот брат Михаил Кальмаев. У него очень интересные данные. А это я вам покажу, что было. Это вот конверт такой пришел. Так, минутку показать его. Ну, можно даже смотреть. Это спецкурьер из Берлина прибыл. Там отправили из консульства. И мы уже получили через три дня. Здесь только звонок. Я вышел, расписался и получено все. И главное, я ходатайствовал, и оказалось, получили двое наши, Крущина и Савченко, а у меня ничего нет. А почему я писю? Потому что там за это нужно смотреть, ну, сколько доход у человека. Ну, у меня племянница там, дочка моей родной сестры, и они меня одного взяли, больше они не могут. Но они вышли, получили документы, это точно такое же, видимо, заложили в простой конверт, отправили, а сейчас показывают по телевидению. В Москве там уже некуда грузить, какая-то задержка с посылками, там все, говорит, под палатками держат. И будто бы уже отказ получать, пока это не разгрузят. И где мое застряло-то? Я им пишу, они его говорили, дядя Игнатий, не беспокойся, еще только две недели прошло. Две недели прошло. Две недели. Так что, вы знаете, для чего говорю? Помолитесь. На нас, на всех трех и других государств еще должны прийти приглашения. Мы стараемся обезопасить себя. Ну, и тоже застряло. Нерешенный вопрос был с фейсбуком, с этим, с доктором богословских наук, Соколовым, Арсением, из Португалии, что он пригласил. Все у меня открыто, не могу никак связаться. Ну, посмотрите, я даже уже не расположен к этому фейсбуку. Один день прошел, заблокировали, и кое-нибудь я не мог, второй пришлось открывать. Не уйдите, Алексей, побудьте здесь. Вы сами знаете, насколько мы немощны. События, которые были на этой неделе, мы хотим сказать. Освещение не одинаковое. И говорят, нужны специально вот так вот сидеть, ну, допустим, вот красная сумочка здесь. То вот здесь, ну, так, под углом 45 градусов или меньше, софиты. То есть специальные понари, направленные прямо на человека, и поэтому тень со всех сторон, она размывается и нету тени-то. Ну, то, что с одной лампочки. И Володя купил, сами сделали тренор, Володя сделал треножник. И сейчас мы с ними, ну, наверное, очень близко, рядом. Ну, мы такие, как вареные. Он накаляется ужасно. У нас много красноты на лице, но мы не пьяницы, я заранее говорю. Это софиты, слишком близко, а комната. Потому что, когда говорит, мне надо на экране показать, что я говорю, а заранее вывожу. По первому тому, Игорь Добунов приезжает каждый день, заранее вопросы задает, и я теперь стараюсь расширить. Чтобы вам это понятно было. Так, тепло стало, с завтрашнего дня начинаем готовить контейнер. Кто придет мне с книгами разобраться? Подписывать. Сергей, еще нужен хотя бы один человек. Кто может прийти завтра? Добровольцы. Ну, мы назначали, а потом я позвонил, понедельник не надо, ну, холодно. А сейчас тут, вчера дверь открыта, для того, чтобы здесь было теплее. Ну, одного хотя бы. Значит, все заняты. Я свободен, как Сергей Радонский говорил. Больше некому, значит, буду я с ним работать. Оставить все разговоры, все, что было. Дальше. Я говорил, что откладывайте, кто сколько может. Видите, сначала положили, уже 2 гривны в кармане лежат. Чистый доход. Нам требуется, я сейчас по счетам, ну, в пределах 10-12 тысяч евро проехать, чтобы, где мы намещаем, если мы поедем туда. И не считая, что нам здесь по стране еще надо будет. Ну, в прошлом году мы на дорогу потратили 220 тысяч. Знаешь, куда идем туда, это я уже поглядел, так это 500, примерно 50 тысяч уйдет только на заграницу. Поэтому, Людмила Степановна, я говорил, вы сегодня подойдите, скажите, кто сколько отложил, чтобы вы могли знать, что у нас. А уже в числа 15 мая, значит, взять, тогда уже разменяем. Готовьте. Много пожертв, это не десяти, но ничего, это добровольное пожертвование. Делие благовестия. Ты больная, но ты можешь с нами присутствовать. Напоивший холодной водой, говорит, награды свои не потеряет. У кого есть сомнения, что мы деньгами дурно воспользуемся и сратим на себя, проедим, проездим, зря, что проблудим, то не давайте, не надо. Нам такие деньги не нужны. Доброход, надающего Бог любит. Нам нужны любящие сердца. Если ты богат, и ты не дашь, поверь, Бог даст без тебя. Не для этого ли ты сделаешь царицей, чтобы в этот момент воспользоваться и спири, сказал Мартахей. А в этот день, говорит, что промолчишь, не выйдешь? Даша, что, почитайте, еще есть. Мы должны себя сами настраивать на это экстремальное положение. Я сегодня показал брату Михаилу, что в интернете делается против меня епархия. Это ужас. Даже и вообразить нельзя. Они берут 19-й том, чтобы был у нас судников, тут все это, посмотрел, посмотрел, а я все взял и напечатал. Он не ожидал этого. А они оттуда берут и сзади дописывают свое и наши ролики. Кто, Игнатий Лапко, это агент КГБ. Вы не знали еще этого? Агент КГБ, я. Значит, нужно уведомить каким-то образом КГБ, чтобы все-таки зарплату выдавали мне. Кто имеет эту возможность? И чтобы для КГБ не было это потом позором, скажут, какую щушку-то мы приняли-то. Я, к слову сказать, у меня с КГБ всегда были хорошие отношения. Они меня сажали. По их ведомству я не раз проходил, но жалоб на них нет. И который главный курировал. Вот он сюда приехал, вот сюда вот, и купил мне книги. Вот так. Юрий Михайлович Негулин. Я скажу, это один из редких интеллигентов, которых я знал в жизни, как у нас был этот кинорежиссер Малашин. Не удивляйте, что я так отзываюсь о них. Я говорю то, что есть. Дальше. Я уж не говорю там слова ругательные, они непроизносимые, что это епархия гонит. Силой бесовской вильзиула я это все делаю. И невеликое дело, если хозяина так назвали. Значит, какими-то чарами, гипнозом обладаю. Специально учился на курсах эстрасенсов. Что только могут. Даже я хоть узнал сам, кто я такой. И я подумал тогда, знаете. Христос на это ответил. Если я изгоняю силой бесовской вильзиула, то ваши дети чьей силой изгоняют? Христос дальше сказал. Ну ладно, я такой наградил своей этой энергетикой, силой вот этих. Но дети-то ваши теперь ходят и стреляют по Израилю. Вы их признаете? Так что хвалитесь? А у меня сын-то, во! Какой теперь излечивает-то. Я им называю этим. Потому что наши записи далекие идут. Отца Геннадия Фаста называю, бывший Генрих, немец, менонит, бывший преподаватель Томского университета, физик-математик. Обращается в моем доме, и он везде об этом пишет. Считаю меня духовным отцом. Заложите в нижний, потом дальше туда. Так, они, эти дети, дети мои. А они какой силой там трудятся? Другие говорят, еще говорите, сектант, еретик, а через него приходят из секты, делаются православными батюшками. А то ныне магистр богословия, московской патриархии, город Абакан. Пониже Минусинска немного. Пожалуйста, делайте что-то с ним, чтобы он мыслил по-другому. Он не будет, а то лучшие священники. Ну и кого они признают? Дети ваши. Вот убитый кришнаит был. Кришнаитом Яковлев, Геннадий Михайлович, ставший иеромонахом Григорием, голову которым отрезали. Там соболезновать, патриарх Алексей Второй присылал все. Его, там, такие о нем пишут, что готовы к канонизации. Да, он ничего не имел, он очень ревностный был в этом деле. Это чьи дети? В моем доме он нашел. Двоерный племянник Суслова, главный идеолог Советского Союза. Почему не через вас? Силой князя Бесовского Вильзеула это все. И вдруг, сейчас я считаю в интернете, на прошлой неделе, ну может чуть пораньше, умерла у них тут в монастыре, называют какой-то, стихи, там, монахиня, Ксения Шишкина. А кто она такая? Я могу сказать, кто. Если Слова Божьего, если Слова Божьего нет, то там про нее написано. А она одна из тех 32, которые одновременно пришли в православие из ИПХ, в моем доме. А дети ваши, с честной силой? Да-ка там собралась священника, целый сон хоронили. Там соболезнования, там от кого-то как нету. Она была Раиса Шишкина. Потом сделалась игуменей Варвары. Десять лет, наверное, там, ну, и она сидит во всем схи, облачений, то другое. Ну, кем она не была, но она в моем доме пришла, ее бы никогда не было, она была беспаспортная. А какой силой дети ваши исцелят? Это я просто называю так, говорится, на вскидку. Не считая больше. Не считая тех, которые евреи пришли. Сотрудники КГБ и с улицей Московской Патриархии вам это как? А ведь за все придется когда-то отвечать. Но мне это благо. Дело в том, что защиты не надо. На апостолов говорили, эти всесветные возмутители пришли сюда. Всесветные возмутители. Они говорили, они ничего не говорят правду, а все лгут. Я принимаю это все к себе. Но от кого это исходит? Я молил трижды, говорю, чтобы удалил от меня этого ангела сатаны. Три раза помолился, а ответа нет. Для Павла было это необычно. Он снова углубляется в посте и молитве. Наконец-то ответ нет. Как было, так и будет. И третий раз. И тогда Бог заговорил, тебе мало что тебе дал. Довольно для тебя благодатью моей. Чтобы сила моя в немощи совершалась. Я из священного писания привожу вам. А кто такие ангел сатаны? Гонители, поносители, хулители. Это ангел сатаны. Ангел сатаны. Вот на эту неделю меня задолбала буквально Галя Глушкова. Там такие мерзости. А я только молюсь, Господи, пощади, помилуй. Какая-то нашлась такая, может быть какой-то бомж с кем-то с Белоруссией. И она все это на меня скидывает. Но я ответа никакого не даю, только благодарю Бога. Господи, как ты меня держишь? Почему? Баланс должен быть. Слишком много. Залезали, захвалили. И весы поднялись вот так вот, кверху. А теперь Господь выравнивает на другую сторону. Плюс-минус дисбаланс наступил. И то, что это делается, хулят. Ну представьте, там пишут такие статьи. Великое путешествие. Игнатия Лапкина там был. Вот благодаря таким, как Лапкин, подмывались устои тоталитарного советского режима. То есть меня вознесли там с сахаром рядом и не знаю с кем. А вот теперь выравнивается все это. Это милость Божия. Ну нельзя, нельзя так вот столько похвально. Я скажу, допустим, в статье, если там полторы тысячи, то из них, хульных-то всего две. Все еще дисбаланс. Так что перед ней я должен что-то ждать еще. Может быть, кинжал чеченский. Но у Бога, ну это моя бывшая мечта. Умереть за Христа. Я всего лишь исповедник, не мученик. Но и тогда будут мазутные, говорится, бочки туда катить. И это тоже во благо. Значит, чтобы Господь сохранил мое сердце в правильном понимании того, что со мной происходит. Поблагодарить. Я понимаю, люди, которые вот она поносит, меня там говорят. Я ее смотрю, как она через ограду перелезла закон, бредет где-то во тьме, падает терновник. Мне до слез жалко ее. Разрушена семья. Ищет выхода уже не гражданский брак, а чтобы церковный был расторгнут. И теперь я попрошу помолиться крепко. Она такая огородница, такая она хорошая, я знаю. Куда бы ни поехали на арбузами наградить нас. Но враг посмеялся. Но в этот момент попала она под удар на нее. Вот у Симеона Еродио он взял, встал около церкви, люди с храма идут, он набрал камнями и кидает. Люди говорят, сдурел совсем этот Еродио. Это разворачивается и другой стороной идут. Кто пойдет, он булыжником у него все разворачивается. Не ходите там, кто дурной-то совсем. А никто не знает, что. А он не видит, рядом бежит собака. Собака только пробежала, взвызднула, закрутилась и пошла. Что, тут он видит демона. Он людей не допускает. А собака-то не видит она, и он сразу в нее бес и вошел. Ты можешь не верить, но это жития святых из Дмитрия Ростовского. И поэтому вот это, что нам камнями там в лоб ударит где-то. Ты благодари Бога, от чего-то Бог спас. Благодаря этому. Благодаря этой аварии, ты упала, там руку, ногу сломала. Ты не знаешь, куда бы пошла на следующий день-то. Почему карман-то пропадился, а почему денежки-то вывалились? Да Бог-то наш разве не знает. А Бог? А Бог где? И ты должен во всем этот видеть не просто руку, а благодеющую десницу владыки своего. Ах, как благ Господь, как он любит создание свое. А если бы не так, куда бы я забрел? Мы знаем Давида, который бегал, прятался. И Господь выстил из него не один пятидесятый псалом, а сто пятьдесят. Они все наполнены скорбью и восхвалением Бога. А если была у него такая характеристика, как у Соломона, Соломон притчи излагал, сидел, а не одного псалма составить не мог. Да почему? Потому что такого царя не было. О нем слава шла везде. Он нигде не прятался у чужого царя. Он ночью в окно не выпрыгивал, Ему не спускала жена там по веревке. И ничего не написал. Почему? А стал поклоняться идолам. Да если бы при отце было, бы отец ему навел, говорится, Сталинград. Все из-за жены запутался. Отца тоже дьявол подбивал. Но покаяние-то каково было. Пятьдесятый-то псалом благодаря Версаве. Если бы красотка-то не вышла купаться, так, когда задумаешь, пятьдесятого псалма бы не было. А я его каждое утро, день и вечер считаю. У Бога все это вымерено где? Конечно, плохо, что там грех. Но результат-то каков? Никто бы не знал о любви Божьей, если не было грехопадения человека. Я уже дальше иду. И теперь мы знаем, Бог есть любовь. Едва ли кто согласится жизнь отдать, говорит, ну разве заправедник? А он доказывает свою любовь тем, что умер за нас, когда мы были грешниками. Это он послужил грех Адамов. Так что Адама не ругайте. Благодаря Адамову грехопадению мы узнали, сколь велик Бог, как благ он, как долготерпелив. Нужно научиться славить за все. А не поносить они. А вот у него там детей нету. У меня детей нету. Они ничего не понимают, эти люди, которые нападают. Ну давайте, у апостола Павла каких детей не было? Он говорит, с Чадома и Тимофея. И дальше. День и ночь молюсь о них. У вас дети есть. Да вы сидящие здесь, посмотрите, где ваши дети. Если вы верующие, вы будете видеть, что они в таком состоянии нераскаянном умрут и будут в аду. Каково вам-то? Да блаженность лево неродившая и со сынепитавшая. Не слышали? В Новом Завете все рассматривается по-другому. Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова. У Иоанна Кронштадтского ни у кого не было детей. Это что, позор какой? От Бога зависит. Одно дело, когда попорщено было своими руками. Бывает такое. Были в миру, сделали аборт, а теперь заклинило, нет ничего. Но ты благодари Бога из-за этого. Еще неизвестно, что бы было. Если бы дети, глядя на нестогласие родителей, верующие могли ли вы стать или нет. Нужно во всем абсолютно видеть ценность самую. Вот на неделе было такое. Я уже давно живу здесь около Аби, прям рядом, и ни разу не видел, как трогается лед. Вот сам этот момент. А сейчас выставили наблюдательные камеры, только включил, зарядите, ну, Алтопресс, Барнаул, Решайвокзал. И ты все время, там ходят люди, машины, лед, все видать. В другое, там, где подмост Павловский, там где-то центр какой-то. Много-много таких. Нажимаю, я могу в Бийске, где угодно быть. Мы смотрели, и у меня есть кто меня возит туда. Капустин-Митя. Мы договорились. И какие-то там у него встречи, отодвинулся маленько еще дальше. А я сижу, и прямо охота пойти. И приехал Игорь Добунов. Я говорю, завтра назначено. Нет, давайте поедем сегодня. И он согласился. И мы поехали. Володя снимать. Вот интересный момент какой. Ну, идем, лед стоит. Видно, что треснутый. А я говорю, как перейти на ту сторону, вполне можно. А я говорю, не советую. Какая толщина, рассуждаем. Идем. Только начали на мост подниматься. Подходит мужчина, там все это есть в интернете, выставлено. Лед, Барнаул, тронулся в первых строчках в интернете у нас. На нашем форуме. Руку протягивает. А кто вы такой? Олег Богданов. Алтопресс. Свободный курс. Газета. Володя отступает на него вот так вот. Я маленько к стенке. И на оп. И когда Володя вот так стал наставлять. И снимает. И в это время лед треснул. И начал расходиться. Мы захватили самый момент. Я не знаю, кому удастся это еще так сделать. Ты можешь день и ночь снимать, и ничего не будет. Но именно в нужном месте, где он начался, в этом. И треснул. Треснул. И дальше полыня начала разводиться. Оттуда уже напирает. А Володя все снимает и снимает. И пошло. Мы здесь сняли. На каждом повороте на лестницу. И наконец сверху. Но ветрище было такое. Наши города вот так вот. Ну. Главное, что мы увидели. И теперь вы это можете увидеть. И я сразу вспомнил. 53-й год. Тогда был фильм. Чухрая, кажется, чистое небо. Может кто-то смотрел. Как он был в плену. А на пленных как стали смотрел. Враги народа. А его там девчонка какая-то полюбила. Вот он в это время в каракон партии вызывает. Он знает, что с работы выгоняют. Нигде он не работает. Летчик попал в плен. И он оттуда выходит. И вот так. Она ждет его. Она любит. Ну намного моложе на его. И вдруг он руку вот так вот разжимает. И на весь экран звезда Героя Советского Союза. Даже не... Вот я говорю сейчас. Слезы закипают. И сразу показывает. Лед. Крушение. 53-й год. И все пошло. А над ним даже маленькие пацаны изъявались. Но воевал. А что ты имеешь? Дальше следствия тебе никогда не подняться. Он поднимется. Он герой страны. Перед ним все двери открыты. И он сидеть не будет. Он будет работать в любой обстановке. Я говорю на сегодняшний день, что у нас здесь было. Главное, что у нас сейчас и гости будут еще наступать. Батюшки-то нет? Уехал? Нет. Батюшка. В детскую зашел. Ну ладно. Ему надо сказать про Шадринск. Мы там молились. Там знакомый батюшка. Отец Владимир Карелин. Хороший, хороший. Я никогда не забуду, как у нас было. Мы у него в храме молились, подняв руки. Его не было. Но они подцепили это. И сейчас, видимо, ему не сладко. Он хотел в этом году, чтобы я приехал. У него проводил там занятия. Я говорю, я не поеду. Я, наверное, попрошу, чтобы брат Игорь поехал. Но я говорю, вы выдержите или нет, чтобы мы приехали, ваши прихожане? Все будет сделано, как надо. Ему надо оживить народ, поднять. Он искренний такой. Это единственное священие, которое книги у нас забрал, покупал, покупал. И все вопросы, которые есть, выписал, там вопросов 700 тысяч еще. И все выставил. А люди, приходящие в храм, там, притворе, смотрят так, какой-то он. Батюшка, мне такую книгу. У нас тут прилавка. Такую книгу. Садите, считайте. Вот как можно обходиться. Его Владимир звать, помолитесь. Я уже как бы чувствую, что они просто так не оставят. Они не из того рода, чтобы оставлять. Они будут давить и преследовать. Хороший батюшка. Мы молились с ним. Он, помню, ко мне на кровати сидит. Здесь впереди сидит. Тогда был еще он, Яра Монаховна, фоноил, печатает. Я хожу сзади, на вопрос отвечаю. Меня трогать нельзя. Я весь там в вопросе. А кучей вывалено, 3000 вопросов на кровати. Он залез ногами. И что-то перебирает. Я говорю, вы что выбираете? Вопросы, которые мне хотелось, чтобы при мне ответили. Я заранее думаю, как бы я ответил. То есть он берет вопрос и думает, а если бы ему задали, а не мне в университетах. Я отвечаю после каждого вопроса. То, что я говорю, он принял. Вот так. Совсем неправильно бы я ответил. Он простой, как ребенок. Он был в зарубежной церкви, с батюшкой он прижал. Опять второй вопрос. Я говорю, наконец вопрос закончен, напечатан. Если бы не наподавил, я бы ничего не успел сделать, но десятью пальцами по-русски, по-английски печатал. Бог дает это дело. Опять, опять я неправильно ответил. Я знаю, что эти книги ждут своего часа. Ждут своего часа. Так, я немножко оставлюсь здесь. Вы знаете, кто это? Город Темиртау. Брат приезжает сюда. Принял крещение. Он нашел нас через наши пленки бывшие, слушал. А потом позвонил. Я отказался с ним разговаривать даже. А потом он еще раз позвонил. И настойчивость своей добился, чтобы потеряю, разрешили приехать в эту тоталитарную секту. Он все своими глазами увидел. Нынче приезжала мама его, приняла крещение. Так было? Так, так. Ну не нынче, то есть в 12-м году. Итак, немножко расскажи об обстановке там. Относительно книг, меня это интересует, по библиотекам решил звонить и узнавать участок наших книг в Кемеровской области. Вы знаете Нину Ивановну, я приезжал в 11-м году. Погромче только. В 11-м году приезжали с ней, покрестились у вас тут. Ну в общем, в прошлом году Игнать Тихонович проехал по Кемеровской области. И оставил в наших библиотеках книги. Ну прошло уже, еще года не прошло, конечно, но мы решили позвонить, узнать, как там дела обстоят в библиотеках-то. Она позвонила в Осиннике библиотеку. Ей сказали, что эти книги забрали в церковь, пришли, сказали, что они религиозного содержания. И в светской библиотеке они не нужны, потому что, ну, религиозные. Поэтому отдайте их нам, и они у нас будут как бы на месте. А библиотекари-то они же, ну, не верующие, в общем, люди-то, они верят священникам, батюшкам. Они просто отдали и говорят, не, не говорят. Ну все, говорит, идите в церковь, там возьмете книги, будете читать. В Колтан позвонил, в Колтане там замялись и сказали перезвонить. Потом я перед поездкой сюда стал звонить в наш районный центр, в город Таштагол. Это горная Шория. Позвонил туда. И вот слышу, мне говорят, какой-то испуг у них, у женщины там. Она начинает спрашивать, переспрашивать, кто, кто, Лапкин, Лапкин, кто он такой. Потом тут же дает трубку, говорит, я сейчас директору передам. Я думаю, ну при чем здесь директор? Я же как читатель звоню, просто узнать. Ну, директор слышу, говорит ей, не бойся, не бойся, у нас есть бумага. Я же тебе дала, вот по этой бумаге ты должна отвечать. Ну, сама взяла трубку, отвечаю, кто вы такой, чего вам надо это. И кто такой Лапкин. Я говорю, мне надо книги. У вас в прошлом году привозили книги. А вы что, хотите книжку почитать, взять? Я говорю, хочу книжку взять, почитать. В общем, она говорит, нам церковь запретила. Церковь запретила. А кто от церкви вам запретил? Скажите. Она не знает, кто запретил. Ну, знает, по всей видимости, просто это замялость. Ну вот мы ездили в Кемерово, и там были занятия для людей, которые принимают книги. Там специальные люди, там отдел целый есть. И нам объяснили, что эти книги не подлежат, не рекомендуется их выдавать читателям. Потому что они экстремистского толка. Я говорю, насколько я знаю, это неправда. Но тем не менее, она мне говорит, мы проверим это все. А я спрашиваю, а где экстремистскую литературу-то узнать? Ну, как бы ее проверить-то? Что знает она или не знает? Она говорит, она все знает, где этот список находится экстремистской литературы. Приходите к нам в библиотеку, посмотрите и узнаете. Я говорю, ну вот, в Ленинской библиотеке есть, в парламентской есть, в тысячах библиотек по всей стране книги развезены. А у вас они считаются экстремистскими. Как так? Призывающие к насилию. К насилию призывающую. Ну, в общем, она, я сейчас узнаю, пойду пошла узнавать. И трубку положила. Я полчаса не мог дозвониться после этого. Потом она уже взяла, уже успокоенная. Дала мне телефон кемеровского этого отдела по приему книг. Там начальник, они как руководит. Я ей позвонил. Зоя Петровна Разумова. Та не стала ничего спорить. Она сказала, что нам, это книги не экстремистские, она сразу сказала, не сектантские. И нам пришло письмо от митрополита Аристарха. Это наш управляющий кемеровской епархии. С рекомендацией, чтобы эти книги не выдавать людям, потому что они идут в разрез с церковью. В разрез с тем, чему лучше церковь. Ну и все. А у них это, у митрополита Аристарха и Амана Гумирова Четулеева, очень хорошее отношение. И они тут же под козырек взяли и все. Положили в книгохранилище и никому не выдают. Вот и все. И мне еще порекомендовали, говорит, вы их заберите. Потому что они у нас в фонд не оформлены. А если они в фонд не оформлены, то они лежат, лежат, а потом мы их, как макулатуру, и все. То есть тут получается, что они... Я эти разговоры записал, два, с Таштаголом. Ну вот тут явно, что церковь явно входит в дела, которые ей не принадлежат. В которых она не должна и влазить даже. То есть она влазит в светское государство, в управление государством, по сути дела. Ну это антиконституция... против конституции. Ну и все. И у нас это... А у нас в прошлом году начались, как бы сказать, после... А, еще скажу вот что. Вот я лично, и Нина Ивановна, их не интересует совершенно. Их интересуют конкретно вот эти книги, которые были привезены. Вся шумиха поднялась после того, как проехал Игнат Тихонович, с книгами раздал. То есть, если бы мы просто, вот два человека, у нас бы никто не заметил бы, и никто бы это на внимание не обратил бы. И, ну, живете вы там, живете там, это и все это. Как бы сказать, много вы не сделаете. А вот когда книги были развезены, это тут и страх пошел по церкви. В лице священно-началия и многих таких людей, называемых мирянами, которые, ну, активные такие. И вот у нас в Тимире женщина одна, две женщины, которые буквально вырывали книги у людей, чтобы не читали они. Ходили на дом, разговаривали, чтобы не брали в книги в библиотеках. То есть, книги, основной удар делается именно на книги. Это мое мнение, и я это убедился на деле. Потому что сразу, ну, тут что доказывать? Тут доказывать нечего. Молчание, чтобы никто ничего не говорил. Самое главное, чтобы молчали, не говорили и сидели тихо. Все. Не о том, что в чем... Ну, в общем, книги и книги. Но мы, когда с Ниной Ивановной, мы, когда о нас распространили эти слухи, что мы как бы сектанты, что мы куда-то попали, там, все прочее. Ну, как я буду гоняться за этими людьми, доказывать им, что я не сектант? Я буду ловить эту Любу Калугину, говорить, Люба, да что ты это, не сектант? Или там еще кому-то священник Максим, допустим, в Осинниках объявил, что сектанты. Ну, и так далее. И в ипархии объявили. Все. Это как бы это, под козырек и все, пошли это. Ну, я не стал доказывать. Ну, и Господь так повернул, что меня пригласили, сам настоятель нашей церкви пригласил работать истопняком. Ну, печку топить в церкви. Некому оказалось. А тут меня порекомендовали. Ну, он с опаской, конечно, это все делал, но пригласил. Что моя задача какая была? Мне моя задача, чтобы я был неукоризненный. Чтобы и Нина неукоризненная была, и я. Чтобы мы не дали повода им через нас думать о Игнатии Тихоновиче, что он сектант. А наоборот, чтобы они поняли, что мы православные. И мы старались и стараемся до сих пор. И, в общем, я три месяца, считай, проработал там. Ну, надеюсь, что я не дал повода никакого. И я, это доказательство такое о том, что меня и сейчас приглашают, мне звонят и говорят, что надо выйти, еще поработать. Вот. А повод можно легко дать им. Это, в общем, как по грани, ходишь вот по такой вот, там нельзя лишнего слова сказать. То есть, скажешь, Библия, тебя перекрестят, скажут, ты что, сектант. Ну, скажешь, что Библия, Слово Божие. Меня крестили вот так вот. Подходили, я обворачиваюсь, а женщина меня вот так крестит. Я говорю, ты что меня крестишь-то, потом ее встретил. Да ты что, ты по-сектантски думаешь, как это, Слово Божие. Я говорю, Патриарх говорит Слово Божие, а ты на меня это такое говоришь. И, в общем, мы ходим по грани. Не дать повода ищущим повода. Наша задача. И мы стараемся, чтобы это было быть неукоризненным в вере. То есть, мы ходим в церковь, Нина Ивановна там исповедуется, причащается. Там приезжает и романах Георгий, они ездят и в другие церкви. Батюшка у нас еще есть, аргумент такой. Он от нас убежал, как от сектантов, в монастырь, и вернулся обратно. Вернулся обратно и говорит, что я не знал, что там творится в монастыре. Там вроде монастырь, а на самом деле это как хозхозяйство какое-то. Ну и все. В общем, у нас есть аргументы, есть факты. И это не факты словесные, а на делах устроенные. То есть, мы не можем им доказать ничего словами уже. Но делом еще можем. Вот и все. Как правильно, когда стоите, говоришь, там вокруг вас? Боятся приходить? А, да. Ну, когда это пошло, вот эти слухи. Отчуждение пошло. Понимаете, вот я прихожу в церковь в воскресенье, и чувствую, что люди меня сторонятся. Вчера он, допустим, обнимал меня, говорил, брат, брат, брат. Там кланялись, там это, и все такое прочее. А тут смотрю, подходит, стороной, стороной как-то это, я встаю как чужой. Ощущение, что все люди от меня отошли, так сказать, и поняли, что я не тот. Что-то во мне есть такое, что, ну, подозревают они меня очень крепко. Ну, и что, вот это вот отчуждение прошло сейчас практически. То есть, те, которые, многие, которые мне это отчудили, отошли от меня, так сказать, это, не стали здороваться. Смотрю, выходит, видят, что я там лопатой кидаю снег, допустим, вокруг храма, там, весь спотел, там, все прочее. О, брат, брат, давай, все, я братом стал. Другой смотрел, а, настоятель, отец Михаил. Он меня братом назвал, понимаете? Он мне подал, а, подал руку, говорит, ну, ладно, брат, давай. В общем, это, а другой смотрит, говорит, а, я тоже тогда. Подходит это, брат, все. Чего, то есть, это получилось, что мы, ну, словами не опровергнешь, а вот на деле можно опровергнуть. То есть, быть неукоризненным. Ну, от своего не отступать, ни в коем случае. У меня в интернете выставлено, что мы вот с Игнатием Тихоновичем стоим вместе. Все знают, что я ни слова не сказал, что я, ну, как-то отступил, что-то там сказал. Я наоборот, все знают и видят, что я не пошел на поводу ни у кого. Я остаюсь, ну, так сказать, ну, где правда, там и я остаюсь. А я знаю, что правда на стороне Игнатия Тихоновича, потому что он...